Соревнования по троеборью начались с выездки в стиле вестерн. Несмотря на говорящие названия, в первый день турнира не было ни стрельбы, ни скачек на высокой скорости. Конкурсантам предлагалось чисто выполнить несколько этапов – змеяка, серпантин, гараж, метка бросить обруч на стойку и в завершение продемонстрировать учебную выездку. А это вестерн – это то, что мы придумали, значит, проехать какие-то элементы, которые помогают детям, всадникам научиться рулить лошадкой. Занятия в конном клубе «Феникс» не прекращаются даже летом. На соревнованиях воспитанники демонстрируют все, чему научились на тренировках. Поэтому для каждого спортсмена важно выполнить элементы эстафеты правильно. Оценивали уступление участников по четким критериям. Оценивается баллами. Если ничего не получилось, ставится бараночка-нолик. И будет время. Время – это на случай, если вдруг одинаковый результат получается у всадников, мы еще будем учитывать время. Кристина Бескова занимается в конном клубе более десяти лет и точно знает, в чем заключается успех в соревнованиях. Выходя на поле, она надеется показать все, чему научилась за годы увлечения конным спортом. Свою лошадь Донату она называет «Ласково Донни» и считает своим другом. Для начала надо добиться взаимопонимания, чтобы лошадь к себе привыкла. Лошади есть разные, у каждой лошади тоже свой характер. Кристина хорошо изучила характер своей подопечной и признается, что с любимицей порой бывает непросто. Но от этого общение с животным становится все более интересным, а тренировки приносят море эмоций. Она очень такая вспыльчивая лошадка, с ней надо всегда мягко, то есть ей нельзя грубить совершенно, даже если она хулиганит, с ней всегда надо очень мягко работать, договариваться. Соревнования по троеборю продолжатся 31 августа. В 6 часов вечера на окраине деревни Орешки начнется заключительный этап турнира «Стипельсчес» или «Скачки с препятствием на 3 километра». Затем будут подведены итоги и награждены сильнейшие.